Волновало бы это кого-нибудь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Как раз мы возвращаемся к тому Если до этого был вопрос глобальный Зачем завтрашний день То здесь в принципе А зачем я? Если я не могу обрести ответ на этот вопрос То я утрачиваю и понимание А зачем мое присутствие Во всей этой шараде Которую мы узнали в предыдущей композиции То есть Есть ли мне за кого зацепиться ради чего я мог бы теперь это все превозмочь все это осознание происходящего вокруг меня и достоин ли я того чтобы достигнуть того что мне дано изначально вернуть это состояние но изначально конечно тут композиция в первую очередь сосредоточена в чем моя ценность и она еще усилена за счет нашего эго потому что разум очень любит быть значим вот он и думает значим ли я да для кого-нибудь хотя бы или ради чего я мог бы бороться за то чтобы я оставался я да и вот эти вот это вот это внутреннее отсутствие своей значимости в общей картине которая открылась шарадой той клетки которую находится начинает подавлять нашего героя если бы он бы очнулся в этом состоянии обладая властью влиять на шараду в той или иной степени его бы наоборот начала бы грызть немножко другая ситуация что же мне теперь делать чтобы сохранить свою власть а когда у тебя отсутствует эта власть и ты не обладаешь что не видите совсем другое состояние а в чем моя значимость до важен ли я для общего для общей картины то есть наше я взбудоражена в этот момент я вам немножко просто приоткрыл нас как она будоражится если обладать властью над шарады в какой-то степени иногда благодаря случае иногда благодаря скажем так тому что это необходимо и выходит что он начинает себя подавлять при пробуждении чтобы или опять через психологическую подавленность забыться сном или переродиться и вновь утратить возможность окончательно пробудиться чтобы это было мимолетное состояние понимание того что происходит при том это будет осознанное решение если в этот момент наш герой примет решение пойти на перезагрузку то он автоматически говорит себе что он отказывается пробуждаться и согласен остаться в шорах в этой шараде то есть как раз не позволит ему выйти обрести эту свободу которую жаждет как бы уловка срабатывает такая и вот здесь нашего героя спасает душа и частичка создателя которая через эту душу проявляется которая дает эгу то что и ему потребно до чувство значимости для кого-то или чувство важности того чем ты обладаешь и насколько это будет прекрасно если ты это направишь в светлый удел потому что если творец не даст не насытит немножко эго то она сработает как затвор чтобы опять тебя запереть в этой шараде вот здесь этот момент я думаю лучше зачитать когда проявляется это частичка души чтобы утихомирить взбудораженный разум если ты умираешь внутри устал быть живым пусти меня позволь мне разделить твою боль это идет из моих легких сквозь тьму это сказано от всего сердца позволь мне дать тебе причину остаться если ты там все еще лежишь без сна если ты там все еще задаешься вопросами волновало бы это кого-нибудь кто-нибудь бы плакал если бы ты наконец сдался и погасил свет жизни мир изменится если ты его бросишь тебя никто не сможет заменить нет сегодня та самая ночь когда ты вернешь себе свою жизнь вернешь себе свою жизнь вернешь себе свою жизнь вернешь себе свою жизнь при том в нашем аспекте это глобальное возвращение то есть вернешь контроль над своей бесконечностью на своим правом ощущать и воплощать все, что потребно твоему сердцу.